Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, друзья! Мы продолжаем нашу вебинарную неделю вебинаром, который называется «Книга знаний, перспективы и форматы в бурное время трансформации медиа». Сегодняшний наш спикер Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Direct Media. Но перед тем, как предоставить ему слово, я хотел бы вас ознакомить с дополнительной информацией. В самом начале нашего чата приведены четыре полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу, которая является расписанием наших вебинаров. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары нашего учебного года. Вплоть до конца июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. И на этом видеоканале через некоторое время будет помещена запись, в том числе и текущего вебинара, который уже записывается. Хочу отметить, что в настоящий момент на нашем канале помещены записи более 350 наших онлайн-мероприятий. Так что подписывайтесь на наш канал, и будет вам информация о том, что у нас происходит. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ Академии. И на ней вы можете познакомиться с тем, что Директ Академия предлагает, какие темы для обучения. В данное время там описаны восемь курсов. Кстати, один из курсов открывается как раз сегодня. Сегодня это курс Натальи Логачевой, посвященный работе с диссертациями. Ну и последняя ссылка ведет на страницу получения сертификатов. По этой ссылке сразу же после окончания нашего сегодняшнего вебинара вы сможете приобрести сертификат об участии в данном мероприятии. Также я хотел бы проанонсировать три следующих мероприятия, которые у нас состоятся в Директ Академии. Теперь посмотрите, пожалуйста, в конец чата. Ой, я прошу прощения, я не взял по какой-то причине ссылки. Давайте я отдельно ссылки дам. Одну минутку. Вот так вот возьму ссылки и размечу их в чате. Вот три строчки и три ссылки отдельно. Значит, первое мероприятие состоится уже сегодня в 15.00. Марина Орешко проведет вебинар, который называется «Необычные библиотечные форматы. Комиксы, флеш-карточки, рабочие листы. Что еще?» Следующий вебинар у нас состоится 9.00. Будет, проведет его Андрей Крижановский, преподаватель университета из Петрозаводска. Его тема «Викиверситет. Бесплатная образовательная платформа для преподавателей и студентов». Должен быть достаточно интересный вебинар, и мы продолжаем серию вебинаров от «Вики-сообщества». Ну и, наконец, в понедельник, уже 12 ноября, состоится вебинар от Сергея Гевлича, разработчика и основателя приложения, приложения, которое называется «Объясняшки» и компании, которая называется «Смыслотека». И название этого вебинара «Визуализация в формате микрообучения». Ну, как всегда, как всякий вебинар от первого лица, этот вебинар должен быть очень интересным, поэтому я вас на него всячески призываю пойти. Ну что ж, вот и все. Я всю вводную информацию дал вам, а теперь хотел бы пригласить нашего сегодняшнего спикера провести наш сегодняшний вебинар. Константин Николаевич, прошу на связь. Константин Николаевич, не слышно вас, только видно. Посмотрите, правильно ли выбран ваш микрофон. В моих настройках источник звука. Наверху мои настройки, микрофон и звук. и микрофон. на самом верху нашей виртуальной комнаты есть меню. Вот в меню вам нужно выбрать пункт «Мои настройки». В этом пункте пункт «Микрофон и звук» и посмотреть источник звука, правильно ли он выбран у вас. Там есть микрофон, две точки и список микрофонов можно выбрать. «Мои настройки» «Мои настройки» нет, пока не слышим. Не слышно, не слышно. Хорошо. Я ждем, пока Константин Николаевич перезагрузится. Продолжение следует. Сейчас спикер снова появится. Ожидаем несколько минут. Может быть даже быстрее. Продолжение следует. Да, все ждем. Оксана Николаевна, мы вас тоже приветствуем. Продолжение следует. Так, Константин Николаевич уже с нами в списке, по крайней мере. Так, Константин Николаевич, мы вас снова не слышим. Мы вас снова не слышим. Нет, не слышим. Да, 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 вот что-то появилось. Да, да, да. Все слышно, да? Так, ну надеюсь, если остальные все слышат, можно продолжать. Да, поставьте плюсики в чат, кто слышит. Все отлично. Да, прошу прощения, обычно таких неприятностей не происходило. Но надеюсь, это немного у нас отняло времени. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня моя тема весьма обширная, книга знаний, книга, которой занимаемся мы в первую очередь. Ну и вообще мы с вами, как бойцы интеллектуального фронта, конечно, всегда обеспокоены тем, что книга переживает сегодня в бурное время смены и трансформации медиа. Поэтому поделюсь с вами некоторыми соображениями. Ну и попробуем оценить, что мы имеем и какие у нас перспективы на ближайшее и на ближайшее будущее. Вот, постараюсь немножко подробнее включиться, вот, что вообще такое книга знаний и с чем ее едят. Вот здесь вот вы видите тенденции, тренды, которые очень для нас неприятны. Это постоянное снижение доли книги в медиапотреблении. Вот практически взяты совершенно небольшой промежуток 2012-2015 годы. И вы видите в процентном отношении доля чтения книг падает и падает. При этом и сам сегментик-то очень узкий, а 1,7% от нашего с вами свободного времени. Очень, это уже даже не тренд, а уже какой-то неприятный результат, потому что мы помним, что до 19 века книга вообще была монополистом информационным во всем медийном ландшафте и вплоть до конца 20 века она оставалась его лидером. И можно так сказать, что вообще ландшафт книги, то есть структура наших с вами библиотек, по сути дела, отражала как некое зеркало вообще ландшафт интеллектуальной жизни общества. Иметь с книгой, конечно, было и важно, и почетно. Мы с вами были хранителями вообще всей шкатулки знаний. И вот прошло буквально одно поколение, два, и все совершенно не так. Видите, очень-очень маленький сегментик. Если от него отказаться, то тоже вроде бы сильно много картины не изменится. Книга стала аутсайдером. Это уже факт, а не какое-то соображение. Тем не менее, не стоит отчаиваться, а стоит найти и оценить то место, которое сегодня занимает книга. Конечно, она поставлена под вопрос, поэтому много проходит таких дискуссий с названием подобным сегодняшнему. И основа этого – те самые новые медиа, которые практически пересобирают все информационные форматы. Одно берут, другое оставляют. И, разумеется, новая медийная среда, она вообще немножко по-другому разворачивает человека к информации, к его возможности. Она принесла в нашу жизнь совершенно новые возможности репродуктивных медиа, вовлекла новые оттенки восприятия, поставила новые ценности. И вот это вот все новое и другое заставляет, конечно, пересмотреть значимость традиционных форм. Ну, как пример, я вот размышляю над таким феноменом классической музыки. Она тоже столетиями в тех форматах симфонического оркестра, например, или духового оркестра, столетиями определяла культуру нашего общества. Ну, а сегодня, вот вы посмотрите, практически такую музыку уже не слушают. Это отдельные точки, там, концерты, театры. И почти такую музыку не пишут, что еще более знаменательно. Вот та современная классическая симфоническая музыка сегодня выглядит слишком сложно. Она или банально вот в том старом своем изложении столетней давности, или своими возможностями не поспевает за современным человеком, то есть не может выразить вот его внутренности. В общем, скажем так, что классическая музыка в формате модерна и невоспринимаема людьми, и невоспроизводима композиторами. Только некоторым дается вот эту сложность передать тем богатым языком, который дает симфонический оркестр. Ну, современные композиторы, такие как Шнитке, Губайдульна, которого не каждый-то и прослушать способен. В общем, результатом это является то, что массовая культура колонизирует все каналы медиа, и практически для какой-то интеллектуальной элитарной культуры остаются очень небольшие ниши, такие как винтаж, ретро, то, что мы называем классикой в таком самом строгом смысле. Вот такое вытеснение традиционных, старых, вытеснение в архаику происходит на всех фронтах в новых медиа, в том числе и с книгой. И хотя она не так вот еще выглядит уже пораженчески, тем не менее, ну, как и театр, испытывает очень большие проблемы. С нескольких сторон я бы их назвал. В сфере массовой культуры это наступление со стороны аудиовизуальных форматов, социально-мессенджинговой коммуникации, то есть то, чем сейчас мы пользуемся в повседневности и что колонизирует весь наш жизненный мир. Со стороны организации доступа тоже происходит наступление, поскольку книга, она всегда была товаром, довольно дорогим. Сегодня это происходит наступление со стороны цифрового мира, прежде всего открытого доступа, способов продвижения. Книжный рынок становится меньше, люди перестают покупать. Вот как пример, например, поэзия в книжном формате, она практически исчезает. Перестали и покупать, и соответственно, издавать. И такие жанры будут дальше только множество, энциклопедии и так далее. Есть наступление со стороны академической среды, внутри академической среды, например, со стороны научной переводики. Мы тоже видим, насколько важнее становится статейный формат, насколько отступает важность и ценность монографического книжного формата. То же самое развитие онлайн-курсов, которые тоже отнимают пищу книги в перспективе. Вот вообще наступление в информационном пространстве со стороны интернета, как универсального способа доставки информации, который заменяет не только книгу, но и все остальное. Вот как пример, справочники энциклопедии заменяются поисковой машиной всего интернета, и практически интернет это некий такой справочник. В общем, можно себе представить, что вот новая медиа-среда вполне обходится без книги. Но так ли это? Давайте немножко обратимся к основаниям, что такое книга-знания, и определим, чем информация, которая вот сегодня имеет зеленый свет, отличается от знаний, которые мы ассоциируем в первую очередь с книгой. Информацию я определяю, как набор сведений, которые могут быть использованы для каких-либо целей. То есть практичные, прагматичные приложения, это главное, я считаю, в этом понятии. А вот знание – это тоже набор сведений, но которые, однако, отвечают задачи понимания и компетентности по какому-либо предмету. Это не любая информация, информация, которая ведет к пониманию, к смыслу. И, скажем так, информация с информацией работает и содержит ее компьютер. А вот знанием может владеть только человек. И вот между этими полюсами информации и знаний и, собственно, и расположена книга. Книга своего рода как двуликий Янус. Она вмещает информацию, но вообще ее истинное предназначение – нести знания, даже в чем-то превращать информацию в знания. Книга – рупор и вместилище знания. И вот в той степени, в которой книга способна все больше вмещать информацию, она способна принимать цифровой вид и становиться электронной книгой. И электронная книга, в этом ее миссия и гармоническая суть, она становится неким симбиозом компьютера и книги, информации и знаний. Именно поэтому электронная книга современная, она некий билет входа в новые медиа. А что же отличает вообще знание как форму среди всех видов информации? Я бы сказал так, знание – это сформулированное в отчетливом лингвистическом формате информации с возможностью воспроизведения и передачи от человека к человеку. И выделил бы важные составляющие знания. Это лингвистическая форма, прежде всего форма суждения, это психофизиологическая объективная форма, мы всегда должны знание в чем-то воспринимать, оно не может быть просто абстрактной. и смысловое понимание. Вот эти такие свойства, они как бы образуют человеческую размерность. Знание прежде всего то, что в человеке и не может существовать вне человека, в отличие от информации. И обратил бы внимание, у нас существует наука гносеология, эпистемиология, который изучает процессы познания. И вот столетиями философы, занимаясь этими предметами, всегда изучали внутренности познания – идеи, образы, суждения, категории, то есть те составные кирпичики, из которых складывалось знание. Но практически всегда они абстрагировались от формы знания, познания, а систематике того, как знания передаются. Это считалось уже как бы побочный продукт после того, как знание уже получено. Вот наше время говорит о том, что это не так. Очень большое значение игра имеет то, как мы получаем, как мы передаем знания и, соответственно, мы вообще знаем по-разному, в зависимости от того, как мы передаем знания. И вот у нас появилось понятие очень такое знаковое – edu-entertainment, которое помогает нам понять, что не существует чистого познания, чистой информации, которую мы получаем. Мы познаем всегда или трудясь, или играя, и отдыхая. И вот эти вот наши человеческие размерности от знания невозможно отделить. И вот если мы познаем в форме книги, мы познаем одно. Если мы познаем в форме видеоинформации, мы вообще познаем и другое, и по-другому. И среди всех возможных форм и иерархии, я считаю, книга должна стоять на самой вершине. Книга вообще может трактоваться как лаборатория знания. Ну, во-первых, только в книге, в ее формате, форме возникает место, где можно отделить звуковечевую форму от текстово-языковой. Некая такая культурная революция, которая происходит и для эволюции знаний имеет определяющее значение. Дальше. Книга – это тот способ, которым можно соединить разнообразные тексты в линейный системно организованный мега-нарратив. Нам это кажется уже очень привычным, а на самом деле это тоже особое культурное достижение, когда вот наш поток сознания выстраивается в линейную последовательность, в линейный текст, мега-нарратив. И оформляется в виде книги. Ну и, наконец, удобство придает формат кодекса, перелистываемый блок страниц. Это компактный предмет, который позволяет перелистывать фрагменты страницы и позволяет очень оперативно и удобно перемещаться по тексту, дает компактную навигацию. Вот это свойство, которое книжка предоставляет нам, в отличие от всех каких-то иных форматов, которые были и будут. И у книги, конечно, есть враг. И главный враг – это наше динамичное и рассыпающее время, когда у нас просто нет времени для книги. Динамика нашего образа жизни – это вот еще один фактор, который вытесняет книгу из нашей жизни. И вот эта динамика именно ведет к тому, что все перебегает в гипертекст, в клип, в новость, в краткость. Краткость – враг книги. А вот книга – это способность противопоставить краткости и новости, длинность и основательность. Длинность и основательность. И чем больше будет рассыпаться наше время, тем будет важнее умение собирать. Чем больше будет разнообразие информационное, тем ценнее будет наличие ядра идентичности, которые дает нам книга в своем виде. Таким образом, именно в новой медиасреде господствия клипа, клипового сознания, книга противостоит ему, как иной способ изложения знаний, очень нужный, без которого человек не может обойтись. Ну и если мы посмотрим, что собой представляет книга сегодня, посмотрим на книжный рынок, то убедимся, что около 75% выпускаемой книжной продукции – это различные виды книги знаний. Или, как сейчас говорят, в широкой категории нон-фикшн. Это и учебники, это и монографии, это сборники, хрестоматии, кодексы, это справочники, энциклопедии, это практическая литература, инструкции, самоучители, путеводители, это священные тексты, это художественные альбомы, ноты, карты, комиксы, каталоги, буклеты, публицистика, эссе, фигитоны, размышления, мемуары, жизнеописания. Вот это все очень многообразные виды того, как знание может переложиться на книгу, и только какие-то небольшие сегменты художественной литературы, детской литературы противостоят вот этой категории нон-фикшн. Количественно совсем имеет другой вес. И вот, собственно, один из процессов, который сопровождает развитие новой медиасреды, появление электронной книги. Что такое электронная книга и какое отношение она имеет к книге подлинной, настоящей? Сегодня мы воспринимаем электронную книгу как некое зеркало бумажной книги. То есть это копия, это ее вторичная природа, всем очевидно. Она просто пытается воспроизвести постраничную форму книги. И вот тот результат 10 лет существования электронной книги убеждает нам в том факте, что сегодня даже электронная книга не стала формой возникновения книги. Как говорят, born digital. Практически нигде написание книги не начинается, ее жизнь книги не начинается с электронной книги. Она должна стать печатной, чтобы вообще получить такое название. Тем не менее, в сетевой медиасреде электронная книга способна дать подлинной книге более глубокую трансформацию и раскрыть совершенно новые возможности. Вот я здесь их перечисляю на слайде. Это гипертекст, возможность уйти от линейной структуры. Это фрагментарность, которая позволяет расщеплять монолитность повествования. Это структурность, опять-таки возможность перейти от простой линейной структуры к различным многообразным формам. Это особая художественность, которая позволяет внутри книги включить мультимедийный контент. Это мобильность, оперативность, которая позволяет поместить целую библиотеку в телефон. Это обратная связь, которая может сразу легко организовать связь с автором или еще с кем-то, открыть коммуникацию вокруг книги. То есть плюсы, возможности, которые несет с собой электронная книга, они действительно огромны. И то, что сегодня они еще далеко не раскрыты, говорит о том, что путь у книги в новую медиасреду еще далекий и длинный. Ну а самое главное, и здесь же, наверное, и некий соблазн и возможности, которые мы мало очень думаем. Та электронная книга, с которой мы привыкли иметь дело, в виде файла, PDF, EPUB и другие, она, еще раз повторю, это просто некое зеркало книги бумажной. Но у той информации, которая несет в себе книга, есть возможность превратиться в интернет-сайт. И это тоже книга. И в каких-то случаях это более естественная форма пребывания этой же самой информации, чем в виде книжки со страницами. Многие сайты в интернете, это, по сути, делали такие развернутые книги. И не исключено, что будущее книги перельется вот в такой электронный формат, а вовсе не в электронную книгу в привычном нам понимании. И если обобщать сегодня дискуссии о перспективах книги, тут практически у нас все возможные дороги право и налево. Одни говорят о том, что бумажные книги могут вообще вымыться из обращения, постепенно исчезнуть. И это все очень возможно. Другие говорят, что сформировались паритеты уже такие уверенные, где бумага доминирует, а электронная версия просто ее как бы дополняет. Вот. И наоборот, есть концепции представления о том, что все вернется на круги своя, и электронная книга – это некая просто дополнительная возможность для рекламы, для еще каких-нибудь вещей, и не будет превышать, скажем, 5% использования книги. На сегодня это выглядит примерно так. Ну, у нас в стране где-то рынок электронной книги – это где-то 5%, в Америке это побольше, там до 20%. можно думать, что так оно примерно и остановится, но успокаиваться на этом не стоит, потому что книга бумажная, она все равно отступает. И, как я говорю, она может просто растаять, испариться. Это будет, наверное, гораздо хуже вариант, чем если книга перейдет в формат электронной книги. Вот. Ну и здесь я обозначил вот те именно форматы книги с точки зрения использования, которые обязательно останутся и которые, наоборот, под угрозой. Выживут, как мне кажется, длинные форматы информационные. Роман в художественном чтении, монографии, учебник в учебном пространстве и художественный альбом именно ввиду своей ценности, незаменимости полиграфической репродукции и ее качества и особенностей. А вот тот рычаг, который будет менять постоянно ситуацию, это экономический кресень. Вся книга издательской индустрии находится сегодня в глубоком кризисе. И выражение этого кризиса вот видно на этой диаграмме. Вы видите, что буквально 10 лет назад 70% практически всех книг издавались тиражом 3000 экземпляров и выше. И лишь 30% были ниже тиражности. Вот прошло 10 лет и соотношение полностью поменялось. Более 51% сегодня имеют тираж ниже 500 экземпляров. И, соответственно, лишь 30% имеют тираж более 3000 экземпляров. И эти ножницы продолжают расходиться. Многие эксперты говорят, что книга будет роскошью, книга будет дорогой. И далеко не все книги будут приобретать вид бумажной книги. Это постепенно происходит и сегодня. И основной технологический рычаг, который позволяет вести этот процесс, не отказываясь от книги, но делая ее и дешевле, и более компактный, комфортный. Print on demand, который позволяет печатать на заказ, печатать без тиража в тот момент, когда книжка нужна. И я обращаю внимание на то, что print on demand это, по сути дела, иллюзия печати. Это форма жизни цифровой книги. Форма, которая показывает переход от восприятия книги как некого такого двуполого существа, в котором бумажно-электронные это совершенно разные сущности. Книги как двуполюсные существа, в котором существует только одна цифровая книга, а бумажно-электронный вид это просто виды восприятия. В любой момент можно отпечатать, и вот тебе бумажная книга. А если она не нужна, то читаешь в электронной. Ну и практически уже сегодня вся цепочка создания традиционной книги имеет электронный выход. И только вот последний пункт бумажно-тиражный, так сказать, заводской выдает нам ее бумажную форму. Так что границы между печатной и электронной версией и в нашем сознании все более стирается. И как пример научная периодика, которая уже сегодня практически перестала существовать в бумажном формате, но очень комфортно существует в электронном виде. И здесь показывает как раз совершенно новые такие цифровые эффекты. Вспомним о реферативных базах данных Scopus и Web of Science. Насколько это может повышать власть научной периодики в академической медиа-среде. Вот. К сожалению, ну вот мы давно работаем, не к сожалению, а просто наши издательства Директ Медиа одно из первооткрывателей формата Print on Demand. У нас около 40-40 тысяч изданий, которые мы можем в любой момент напечатать. Вот. К сожалению, развивается пока эта отрасль не очень быстро. Книжная торговля, она не адаптирована под Print on Demand книжные магазины. А вот академическая среда, она уже значительно перешла на этот формат. Так. Теперь немножко о том, как книга себя чувствует в академической среде. Один из законов цифровой нашей медиа-реальности в том, что очень расходятся между собой различные рынки и их сегменты. И вот здесь вот на графике мы видим, насколько значительный вес занимает учебная и научная книга вообще в нашей книжной видеоролики. Коллеги, похоже, нас всех сервер из вебинара выкинул, так что ждем, пока все снова соберутся и продолжим наш вебинар. Алло. Слышно ли меня? Восстановился я? Отлично. Да, что-то сегодня какие-то у нас технические неполадки. Вот по количеству, таким образом, вы видите, почти практически 50% образовательная литература занимает. А вот по качеству, так скажем, по объему чтения, по тиражности, это довольно скромная величина. Вот именно вузовская и научная книга, это вот те маленькие лучики. Это 4% по тиражам и по объему продаж где-то 9% книжного рынка. Очень немного. Но именно в этом сегменте в первую очередь гнездится книга знаний. И вот эти трансформации, они, конечно, вызваны в значительной степени именно движениями цифровых форматов за последние 10 лет, которые привели к тому, что вот наши классические учебные научные издания, они пережили довольно сильный кризис. Тиражи снизились у них в 2-3 раза. Практически любая книга, учебные, научные, я не беру школьные, издается сегодня тиражом менее 500 экземпляров, то есть в формате при принту он демант. При этом ассортимент увеличился, а вот объемы снизились и это привело в частности к вымыванию средних издательств с рынка, которые покинули его. И практически здесь работают или очень маленькие издательства или наоборот очень большие издательства. Вот, в общем, этот сегмент очень специфический, у него своя жизнь, свои особенности, он зависит слишком сильно от бюджетной сферы. Здесь очень сильное включение в издательский процесс различных форм датирования, субсидирования, например, со стороны вузов или сами авторы печатают за свои деньги. При этом инициирование публикационной активности преподавателями породило перемещение творческой активности из формата книги в формат переводники, о чем я сказал. Еще из важных таких черт жизни этого сегмента, то, что дистрибуция учебной научной книги практически в большей части перешла в цифровой формат, как нигде на других участках книжного рынка. В частности, возникновение БС, внедрение БС привело к тому, что где-то 50% научной учебной книги распространяются в цифровом виде. Так что это очень такой интересный специфический сегмент книжного рынка, в котором мы работаем. А теперь немножко о том, кто здесь как себя чувствует и вообще каким должен быть формат научной книги. Ну, раз мы говорим вообще о форматах. Мы знаем, что вообще электронная книга любит очень мобильные форматы, такие как EPUB, FB2, которые дают способность приспособиться к книге лечь на любой экран, в том числе и смартфоны. Но вот этого не произошло в сегменте нашего академического книгоиздания. Научная переводника, научно-учебная книга не переходит на эти форматы. Остаются в PDF. Почему? Ну, главные здесь обстоятельства, то, что в научной среде сохраняются жесткие правила цитирования. И цитируются, как и прежде, бумажные издания по своим страницам. Поэтому гибкая верстка практически невозможна. Она будет разрушать традиции научного цитирования. Вот. А вот PDF, она позволяет все это удобно сохранять. Дальше я бы обратил такой вот парадокс академической книги знаний. Она вообще создается, как бумажная книга. И автором, и вот те процессы, как будто, как это было и раньше примерно выглядят. Да. А вот используется книга, как правило, как электронная. Мало кому вот обычной литературы, там, монографической, удается издать как печатную с тиражом. Ну, как я сказал, практически тиражей больше нет в таких книг. И получается, что основной источник, как бы, суть этой книги все равно именно оказывается Digital Born. То есть книги, которые возникают электронно, которые читаются, но не печатаются. Хотя по виду это вот тот же вот формат. И в любой момент можно распечатать, но не печатают. Вот это такой интересный парадокс. Ну и еще раз о формате. EPUB тоже может использоваться. Есть такой, так называемый, фиксированный EPUB, когда страницы на любом экране будут оставаться теми же самыми. Но EPUB сама по себе достаточно дорогая дополнительная верстка, и практически никто из академических издателей на нее не идет. Поэтому вот в тех популярных магазинах электронных книг, где полно художественной литературы в таком формате, вы едва ли найдете научную литературу. Вот есть еще один особый случай, школьный учебник, который должен быть мультимедийным. Но пока он ищет свои формы, и все находится в экспериментальном ключе. Ну а самый главный, мне кажется, формат книги знаний – это монография. Что такое монография? Это научные и научно-популярные издания, содержащие полные и всесторонние исследования одной проблемы или темы, принадлежащие одному и нескольким авторам. Вот классическое определение. И основная цель монографии, чем она ценна, обобщить имеющуюся на данный момент информацию об исследованной проблеме, провести комплексные исследования предмета, представить научному сообществу новые теории решений, имеющие научную ценность. То есть то, что мы говорили о мега-нарративе, то есть о большом тексте, это и воплощает собой монография. И что бы ни случилось в нашей медиасреде, какие бы там форматы ни развивались, ясно одно, что изложить цельно, полно, объемно какую-то область знаний невозможно без монографии. Поэтому как было, так есть и будет, монография необходима для ученого. Она заявляет о нем, как об ученом, очень важна. Помогает распространять комплекс его научных позрений, собирает воедину точку зрения автора и представляет результаты исследования как некую законченную публикацию. В общем, эти вещи, они незаменимы, неустроимы, поэтому монография будет жить. Однако, как и многие другие форматы будут, книжные форматы, жизнь ее не будет от этого проста. Снижаются тиражи, снижаются формы бытования монографии и, к сожалению, очень сильно снижается потребление ее. На сегодня целевая аудитория монографии это в первую очередь молодые ученые, которые через монографию и становятся как ученые и учатся на них. Потом и вообще очень много, конечно, отнимает периодиков, которые перетекают и основные исследования, основное ознакомление с новой научной информацией. Баланс, конечно, переместился. Это очевидно. И несмотря на то, что она незаменима, речь сегодня стоит о том, чтобы спасти монографию. Особенность монографии еще и в том, причем это не из-за особенностей нашего потребления, любим мы читать или не любим, а по сути это особенность ее природы, по которой монография составляет как бы инфраструктуру научного знания. И чем более развитое научное знание, чем более оно идет вглубь, дифференцируется и изучает все более тонкие моменты, мелкие проблемы, тем больше монография рассыпается и, соответственно, узкоспециализированные тематики ведут и все к меньшей и меньшей тиражности. Практически для монографии уже сегодня понятие тиража вообще исчезло. А это значит, что подрывается коммерческая основа изданий. И для того, чтобы нам издать качественную, подготовленную, отработанную в издательстве монографию, просто нет денег, ниоткуда их взять. Вот как пример я привожу цифры, скажем, по США. В США стоимость макета монографии стоит 11 тысяч долларов. Это у нас уже приближается к миллиону. Вот в России практика уже такая, что макет монографического издания не более 50 тысяч, или тысячи долларов, то есть в 10 раз меньше. Но и такие деньги практически невозможно и очень трудно найти. Или от автора их берем, или ищем гранты. Ну а сколько там у нас грантов на всю страну? Просто доли процента. Учебник немножко в лучшей ситуации. Он остается тиражным изданием. Он учит основам. Поэтому там все-таки можно представить, хоть и у каждого преподавателя тенденция издать свой учебник. И не обязательно по учебнику он преподает. Тем не менее, базовое знание, оно собирает вокруг себя много учащихся. А вот монография собирает очень малое количество специалистов. И это не недостаток, подчеркиваю. Поэтому заказчик и потребитель монографии постепенно становится сам автор. Это его проблема. А для рынка это означает снижение покупательского спроса, отток и опустение рынка научной литературы. И вот при видимом росте количественных объемов изданий. Издательство уходит от этого формата. Стараются не издавать чисто научные монографии. Издаются они в авторской редакции. Более-менее еще существует. Чувствуют себя неплохо. Это научная популярная литература, классика, переводы. То есть имеет хоть какую-то тиражность. Так что спасите монографию. Это сегодня не пустые слова. Она оказалась вообще исторгнутой из книжного рынка. И в частности нам, как электронной библиотечной системе, очень сложно собирать монографию. Потому что с одной стороны ее не передают в открытый доступ авторы бесплатно. Потому что она дорого им далась. С другой стороны и мы не можем предложить за нее какие-то реальные деньги. Потому что реально она не приобретается по такой цене. Цене себестоимости даже. Особенно вузы вообще практически не интересуются монографиями. К сожалению. И одна тоже из очень важных причин, почему монография испытывает сегодня такую тяжелую жизнь. Это развитие библиометрии. Библиометрия, при том, что она сегодня радикально повысила свою ценность вместе с цифровыми технологиями, она проходит мимо монографии напрямую к научной переводике. И вот научную переводику она поставила на высочайшую ступень. А вот монографии сегодня нам никак не помогают поднимать наши рейтинги цитирования, получать GPI, бонусы и так далее. Монография все еще остается неким обязательным пунктом там для ученого, для преподавателя, но в ущерб тем пунктам, которые действительно ему приносят рост, известность, рейтинги и так далее. Я считаю, что эта ситуация обязательно должна измениться. Иначе действительно не нужно гнобить монографию. Совершенно это она не заслуживает. Для того, чтобы ситуация изменилась, монографии должны войти в комплекс, в проблематику библиометрии. Вот для того, чтобы это произошло, библиометрические подходы должны описывать информационное монографическое поле и сформировать его так же, как они сформировали это поле периодики. Должны формироваться единые базы данных, монографии учебников, основанные на стандартизированной системе метаданных на ДОИ или СБН, но так же, как у периодики происходит. Должны формироваться базы данных авторов, ученых, включаться в те существующие системы авторов периодики, такие как Орхит и другие. Но в основу библиометрии научных книг, я считаю, должно быть положено не цитирование, как в переводике, а использование и чтение. И вот та же статистика по пиражам, по упоминаниям. Ну а самая главная статистика использования на реальных ресурсах. Например, мы по каждой книге можем показать, как она вообще читается и кто среди нас, среди наших авторов наших книг настоящие лидеры. Вот если научиться собирать со всех электронных платформ эту информацию, аккумулировать ее, считать, то мы получим точно рейтинг и иерархию популярных и непопулярных используемых и неиспользуемых книг. Это, наверное, небыстрый технологический процесс, но он должен постепенно возникнуть и двигаться вперед. На сегодня существует несколько таких вот реперативных базов, например, Debug Citation Index, но пока это все в зачаточном состоянии. Но существование ЭБС электронных библиотек, оно подготавливает эту возможность, этот путь. Ну и поэтому последний мой раздел будет посвящен немножко роли электронной библиотеки, электронной библиотечной системе на борьбе за книгу знаний. Поэтому мы немножко здесь остановимся на том, чем отличается электронная библиотека и электронная библиотечная система. Именно здесь находит свое место книга знаний. Электронная библиотека – это информационная система, база данных, в которых книга становится элементом множества подобных главе в книге. То есть это набор книг, так скажем. А электронные библиотечные системы – это вид электронной библиотеки, который предназначен для целей образования. В общем, разница не очень большая, но на практике она весьма значительная. Обращу внимание на такое обстоятельство, что электронная книга – это вообще программа. И воспроизводиться электронная книга может только в программной оболочке. Она не может существовать сама по себе. Она не может существовать в одиночке. Одной электронной книге не может быть. И вот электронная библиотека, по сути дела, это и есть оболочка, которая содержит книги. Поэтому это не то, что разные две сущности, это тоже как некие такие два полюса. Одно не может существовать без другого. В этом плане, ну, ЭБС тоже самое, но к ЭБС предъявляется еще ряд некоторых требований и специфических особенностей, которые не предъявляются в электронной библиотеке. ЭБС мы воспринимаем как платформу, в которой зачастую программа важнее содержания, которые сервисы столь значимы, сколь и книги. И которые, как правило, управляют несколькими базами данных и подсистемами, а не только книги. Вот в этом уровне сложности и требований, и основное различие. И вот как, кто и как сегодня собирает книги знаний, где вы вообще можете найти электронные книги, кто ими занимается. Ну, во-первых, назовем это открытой коллекцией тематической и тематической литературы на различных сайтах электронных библиотек. То есть свободный интернет, пираты и так далее. Там можно найти книги. Дальше существуют закрытые, как правило, корпоративные собрания электронных книг. В том числе, например, университетские электронные библиотеки или корпоративные электронные библиотеки. Дальше. Особое свойство поиска книг предоставляют сегодня поисковики, дискавери-сервисы, социальные сети. Вот очень большой процент чтений перетек вот на эти платформы. Там мы имеем дело с книгами. Но эти сервисы, они только помогают искать книги, как правило, не имея их в своих базах. Вот. Наконец, интернет-магазины издательств, в которых тоже представлены электронные книги. Ну и вот после этого можно назвать электронно-библиотечные системы. Платформа, которая профессионально создана и организована для работы и чтения книг. Вот. В отличие от периодики, которая стандартизирована уже довольно так жестко и на этом-то зездятся вот ее форматы, электронные книги сегодня не настолько стандартизированы. Они присутствуют в сети довольно спонтанно, свободно, где-то открытые, где-то закрытые. И, по сути дела, вот только электронно-библиотечные системы это самый специально организованный под книги сложный программный комплекс. Так, что же есть в ЭБС и чего нет в электронной библиотеке? Почему ЭБС стоит ценить выше, чем в обычной электронной библиотеке? Ну, во-первых, систематизированный каталог. В каждой ЭБС очень много трудится над его созданием. Во-вторых, подготовка книг в единых стандартизированных форматах. Это очень много значит, вот при этом разнобой. Качественные библиографические описания. Качественные поисковые сервисы. Сервисы чтения, работы с информацией. Наличие различных обслуживающих баз данных. Базы данных читателей, библиотекарей, авторов и так далее. Сервисы статистики для управления библиотекой. Сервисы интеграции с информационно-образовательной средой. Это там и бесшовный переход, бисы, антиплагиат, марк записи, инклюзивное образование. В общем, целый комплекс специальных сервисов. Смежные сервисы, возможности там публиковать работы, проекты, онлайн-курсы, тесты, мультимедиа и так далее. Ну и, наконец, сервисы работы с правообладателями. Наличие биллинга, отчетности, статистики. То есть четкой работой с тем, кто написал и продает эту книгу. Как вы видите, объем работ достаточно значительный. И если за это не требуются деньги, то практически создать такую вот сложную систему, требующую много работы, невозможно. Поэтому ЭБС это в первую очередь часть именно книжного рынка. Там, где за книги, книги предоставляются за деньги. В этом сила и в этом слабость. Сила в том, что ЭБС это профессиональные системы и особенно они ценны для профессиональной литературы. А слабость в том, что это кормить коммерческие платформы обязательно с коммерческим контентом. И все некоммерческое, ну практически трудно здесь содержать, иметь. И из этого вытекает преимущество и недостатки как раз электронных библиотек, свободных библиотек. Им не требуется вот этого всего объема работ, поэтому они могут более-менее созданы самостоятельно, дешево. Там могут, например, потребители сами выкладывать свои книги, как угодно. То есть обычные электронные библиотеки строятся на базе недорогих и бесплатных решений. И очень часто они становятся такими открытыми, не требуют ежедневной поддержки и так далее. Ну а разницу подходов вы видите, например, на этом слайде. Вот архив орг, например, и подобные, там Машкова, можно сказать, как некая модель. Вот это создано просто и буквально одним программистом, да, а дальше уже все сами это поддерживают. Вот, а EBS создана командой. Там есть дизайн, там есть техническая поддержка ежедневная. То есть это, разумеется, совершенно разный формат работы. Так вот, вопрос стоит так. Кто станет основным транслятором и дистрибьютором книги и знаний? Электронная библиотека и электронная библиотечная система. Нужно ли обязательно электронной книге, вот это вот сложное сопровождение и система? Или наоборот, ей возможно лучше для своей дистрибуции, вот в свободном формате электронных библиотек, развиваться бесплатно и открыто? Так, вот здесь я сравниваю эти моменты платного и бесплатного доступа. Ну, не буду останавливаться на них. Важно только то, что практически EBS становится недоступным для обычного читателя. Интернет-магазин еще, да, а вот электронная библиотечная система, как платформа с профессиональным контентом, она по стоимости уже настолько далека от обычного человека, физического лица, что иначе как через организацию, через библиотеку он не может получить к ней доступ. Вот. И из этого вытекает особая роль библиотек. Они становятся тем институтом, который способен обеспечить доступ к ЭБС, то есть доступ к профессиональной книге знаний. Если сейчас практически обычные книги стали тем или иным способом доступны, в том числе и через пиратство, ну и они, в принципе, всегда их можно купить и прямо из дома, это все очень удобно, то вот здесь появляется такое свойство, функция библиотек, которую нельзя заменить для обычного человека. Никак иначе, кроме как через библиотеку, ты в ЭБС, в этот вот комплекс профессиональной литературы не попадешь. А другой немножко вопрос, а где комфортнее самой книги знаний? Где она осядет в конечном числе? Может быть, ЭБС – это временное явление, и постепенно книга также будет в открытом доступе, как периодика. Но вот здесь у меня большой скепсис. В отличие от периодики, у которой есть там свои причины, вот книга, она не может окупаться рекламными доходами, как вот весь интернет окупается, блогеры. Она не может перейти сугубо на авторские дотации и гранты на субсидирование, потому что это слишком большой финансовый объем. И, наконец, она не может полностью выйти за пределы издательского предпринимательства, потому что она все-таки сложный продукт. Она требует много коллективной работы. Так что вот эти вещи, как мне кажется, они программируют то, что книга знаний все равно будет иметь коммерческий характер. И особенно качественная, пользующаяся спросом литература, будет тяготеть форматы ЭБС. И на сегодня, если мы будем обобщать, ЭБС практически сосредотачивает весь пул коммерческой литературы. Самые сливки научно-издательского рынка. И ЭБС ценится именно за то, что она содержит именно такую вот литературу. Свободную литературу, которую можно найти в других источниках, уже за это ЭБС не особо ценят. Хотя она там тоже нужна. И мы должны помнить, что, несмотря на то, что книги имеют историю, особенно классические, сильные, но вот по статистике в библиотеках 95 запрашиваемой литературы это актуальная издательская продукция не старея 5 лет. То есть все равно библиотека должна давать доступ именно к этой литературе, а это ЭБС. Вот есть среди электронных библиотек некоторые исключения из правил, то есть особые случаи, например, национальная электронная библиотека, научная электронная библиотека, литрез со своими тоже библиотечными форматами. Скажем так, что это не типовые электронные библиотеки, которые собираются там на коленке, вот эти вот открытые или недорогие, а это особые проекты. Ну вот НЭП, национальная электронная библиотека, финансируется государством, уже так и значительно сильно финансируется. Е-лайбрии, это хоть и электронная библиотека, но она тоже для научных и учебных целей. Вот Литрез, это и не электронная библиотека, и не ЭБС, но тем не менее формат работы с коммерческим сегментом. Вот это то, что наиболее, так скажем, близко, то, что проекты, которые относятся к тому же сегменту, что и ЭБС. И самое все-таки главное, что нужно помнить, почему и возник ГОСТ для ЭБС. ЭБС это электронные библиотеки, предназначенные для учебного процесса, а именно подпадает под требования аккредитации образовательной организации. И вот здесь, собственно, хранится вот то Кощеевое лицо, игла, где раскрываются все тайны. Требования к ЭБС предъявляются самой образовательной организации, а уже как она реализует вот эти требования, покупает какую-то ЭБС или сама создает. Это уже вопрос вторичный. И КБС, помимо функций хранения и предоставления книг, предъявляются далекие от этой задачи функции, такие как загрузка и использование контента образовательной организации, собрание выпускных квалификационных работ, обеспечение информационной связи с учебным процессом. В общем, целый ряд задач, которые специфичны для образования. Поэтому вот к вопросу, ждать ли развития и экспансии электронных библиотечных систем. С одной стороны, ясно, что они создали свою отрасль, и она не исчезнет просто так, она удобна, она отвечает своей задаче, и задача прежде всего работы с научной литературой. Потому что в среднем, например, в ЭБС прочитывается не более 10% текста в каждой книге. Это говорит о том, насколько было бы невыгодно библиотекам работать, если бы им приходилось покупать все книги полностью, как по книжной они любят, ради вот этих вот процентов. Или отказываться от огромного массива монографий и прочее, к чему склонны, к сожалению, многие университеты, даже ведущие, просто отказываются от таких книг, которые бы помогли работать с проектами, которые вот так, с которыми нужно именно проектно работать для диссертации, диплома и так далее. Вот, в общем, ЭБС сформировалась как отрасль, но, как показало недавно исследование, ЭБС опрос, проведенный журналом университетской книги, развитие в ЭБС тоже заставляет желать лучше. Практически четыре последних года – это стагнация, это рынок примерно те же объемы имеет, что и прежде. А вот выйти за пределы сугубо университетского рынка ЭБС пока очень сложно. Вот, тем не менее, ЭБС как способ дистрибуции, я считаю, имеет перспективы на следующих рынках, где она еще не сработала. Во-первых, на рынке монографической литературы. Пока здесь происходит задержка, отсутствие спроса со стороны институциональных потребителей, то есть тех же университетов и библиотек, и, соответственно, очень медленное формирование. Но когда-то монографии придут в ЭБС. Это факт. Дальше. ЭБС для СУЗов, аналогично ВУЗам, предоставление профессиональной малотиражной литературы. Этот процесс идет, хотя не так быстро, как ВУЗов, но там рынок развивается. Дальше. ЭБС для школ. Тоже предоставление учебной и профессиональной литературы для преподавателей, для школьников. Тоже очень много дискуссий и очень мало пока реального роста. Но он не за горами, как мне кажется. Дальше. Публичные библиотеки. Они, конечно, должны открыть для себя электронную книгу, особенно научно-популярной литературы, интеллектуальной нон-фикшн, ну и художественную литературу. Здесь тоже наблюдается некое развитие и в то же время заметная задержка. Но движение происходит. Вот. Наконец, бизнес-литература, профессиональная литература для корпораций, для бизнес-обучения. Здесь также, скорее, только разговоры, стагнация. Но когда-то этот сегмент тоже будет развиваться. Вот это сегменты, которые в течение 10 лет должны наполняться и обеспечиваться электронно-библиотечными системами. Так что экспансии не будет, но развитие быть должно. И вот последний ГОСТ, который был выпущен по ЭБС, он как раз фиксирует те области, где применяется этот ГОСТ, где должны быть электронно-библиотечные системы. В высшем, среднепрофессиональном, общим образовательном, дополнительном образовании. То есть помимо дошкольного образования все ступени должны быть обеспечены ЭБС. Ну и в завершении буквально 2 минуты это те наши решения, которые созданы для всех этих рынков, рынков книги знаний. Это ЭБС, университетская библиотека онлайн. Это специальная у нас платформа научных монографий, Библиопланет, где только монографии присутствуют. Это Библиошкола, ЭБС, созданная для школы. Это ЭБС для публичных библиотек, библиотека нонфикшн, которая популярная, научно-популярная литература. Библиотека деловой литературы для бизнеса, библиотека художественной культуры, мировая художественная культура по искусству, энциклопедический ресурс. Вот основные интернет-магазины, в котором книги можно приобрести. Каждый из этих проектов создан для своей аудитории с учетом специфики тех организаций, которые с ними работают. И, как мне кажется, будущее именно за такими адаптированными, специализированными форматами. Но пока они развиваются. Ну и обобщая эту дискуссию ЭБС и электронной библиотеки, я думаю, что симбиоз, который уже сформировался, он и будет существовать дальше. Существует агрегатор, который необходим для издательского сообщества, имеющий коммерческий характер. Это и будет первичная роль ЭБС здесь. Он занял как бы нишу именно в книжной индустрии. И электронная библиотека, которая более свободные задачи решает, в том числе доставление классики и различных там самоиздатах и так далее. Таким образом, ЭБС – ключевое место присутствия для книги знания, но не единственное. Книга знаний будет также продолжать развиваться и в открытом доступе, и в корпоративных электронных библиотеках. Ну, а будущее книги знаний, оно тоже непростое, но довольно очевидное. На цифровом рынке книга знаний будет жить самостоятельной жизнью, будет продолжать углубляться разделение потоков и платформ для массовой книги и для профессиональной книги. То, что сегодня произошло уже и что надо взять себе на заметку, это фиксация форматов книги знаний, PDF вместо EPUB, это надолго, и будет продолжаться развитие сегментов. Вузовская литература это уже сформировавшийся, перегретый даже рынок, а вот рынок научной монографии, остальные рынки, они еще не развитые, только экспериментируют с электронным форматом. Ну, и важно, что книга знаний органично живет в обоих форматах и в бумажном, и в электронном. Ну, а завершая свой вебинар, обращу внимание, что мы в скором времени объявляем конкурс на лучшую монографическую работу. Так же, как у нас был конкурс в случае виконных работ, здесь мы уже будем приглашать преподавателей и ученых ваших университетов, пожалуйста, информируйте о том, что такой конкурс с наградами состоится в ближайшее время на нашем портале университетской библиотеки онлайн. Вот, а кому идеи высказанные сегодня были интересные, предлагаю ознакомиться их в моей книге, которая так и называется книга в новом медийной среде. Доступна у нас на сайте в нашей ЭБС. Ну, что ж, коллеги, благодарю вас за внимание. Взгляну, были ли у нас вопросы. Похоже, вопросов не было. Была лекция. Да, вопросов нет. Ну, что ж, благодарю вас всех за внимание, что были вместе с нами, вместе со мной, приглашают на другие наши мероприятия. Всего доброго. Прощаюсь с вами. Поблагодарим Константина Николаевича за сегодняшний такой продвинутый, умный вебинар, который было интересно очень слушать. Вас всех спасибо за то, что присутствовали и внимательно слушали. Напоминаю, что наш следующий вебинар состоится уже сегодня в 15 часов. Это будет вебинар Марина Орешко. Кто интересуется теми вопросами, которые она освещает в своем вебинаре, милости просим. Ну, и напоминаю про Директ Академию. Директ Академия это вебинар каждый день. Приходите к нам по расписанию. Как правило, это в 12 часов дня. И каждый день, кроме праздников и выходных, вы сможете принять участие в каком-нибудь мероприятии. перед самым концом сегодняшнего вебинара я разместил информацию о том, где вы можете приобрести сертификаты, подтверждающие участие в сегодняшнем мероприятии. Ну, что ж, на этом я с вами прощаюсь и жду вас на новых мероприятиях. Продолжение следует...